Зоомагазин Умка Начнем по порядку. Во-первых, Альфа в приюте оказывается уже второй раз. Впервые ее стерилизовали, вакцинировали и выпустили обратно. За хорошее поведение. Недавно собака вновь заявила о себе. Жители Ревды пожаловались волонтерам, что, мол, хвостатая бросается на людей. Другие же говорят, что Альфу часто дразнили дети, а она просто защищалась. Сейчас работники приюта мечтают лишь об одном – пристроить добрую девочку в хорошие руки. Для нее, наверное, главное ее не обижать. Не обижать, не пугать ее и так далее. То есть собака достаточно спокойная и всегда старается пообщаться с человеком. То есть она ищет любую минутку, когда волонтер, знакомый ей или работник проходит мимо. Она подходит к ноге, она подставляет голову для поглаживания. А вот еще один представитель семейства стеснительных. Этот низкорослый мужичок проделал путь почти в 90 километров, чтобы оказаться в приюте. Да, не по своей воле, но точно для его же блага. Кстати, в здешних кругах Песель уже зарекомендовал себя как интеллигентной и доброй четырехлапой. То есть он очень радуется, у него хвостик виляет. Но он, в отличие от многих мелкашей наших, не прыгает лапками на человека, не поскуливает, не визжит. А все время молочком такой вот хвост выдает его за то, что он рад. Так, тело уже работает, а вот мозг еще не проснулся. Ладно, просто буду прыгать, пытаться бежать и что-то нюхать. Со стороны кажется, что именно такие мысли в голове у ромашки. Нет, мы не про цветок. Так зовут эту юную резвую красавицу. Кличку она получила, так сказать, по месту жительства. Это был коллективный сад. И да, ромашка, как никто другой, выделяется на фоне своих сородичей. Новому хозяину однозначно повезет. Многие обращают на это внимание. Глазик совершенно здоров. Зрение у нее отличное. И несмотря на свою вот такую вот внешность необычную, какой-то тигровенький окрас, это пятнышко на глазике, никто почему-то на нее не обратил внимания. Хотя щенок замечательный, очень такая привлекательная, красивая, очень общительная, очень и очень любит детей. А дети, как и взрослые, не секрет, очень любят животных. Их здесь, к слову, около 180. А еще они очень сильно ждут своего хозяина. Редактор субтитров А.Семкин